Так, ребят, сегодня, в принципе, будет такой ролик, в общем-то, у нас, ну, не посвящается, наверное, ни одной теме на моем канале на ютубе, да, но сегодня реально будет тема о том, как можно реально заработать денег в интернете, то есть это все связано непосредственно с блогингом, либо другими соцсетями, то есть у меня просто есть некие очень серьезные данные, ну, то есть именно идеи и мысли по этому поводу, просто неохота делать конкретно большой ролик на другой канал, я просто думаю, что на этом канале это, если рассказать, просто реально идеи, рабочие, пока еще рабочие, если их применить, они будут работать, просто я делал разные схемы, ну, записывал блокнот, все эти идеи, но сам применить их пока не могу, потому что я просто разрываюсь и, как сказать, не хватает уже меня именно на все это, а мысли есть, и чтобы они просто так не пропадали, вот хочу с вами поделиться, потому что это очень реально богатые мысли. Итак, давайте по порядку, видео будет длинное, приготовьтесь и слушайте внимательно, что я вам тут сейчас буду рассказывать. Итак, смотрите, давайте откроем сейчас правде в глаза по поводу Ютуба, блогинга, всего вообще в этом в целом, заработка в интернете, можно ли сейчас продвинуться и так далее. Итак, смотрите, я человек-эксперимент на самом деле, я люблю экспериментировать, то есть я не просто это говорю, у меня есть различные экспериментальные каналы, где я просто, ну, беру какую-то идею и проверяю на себя. Итак, смотрим, сейчас сразу же коротко расскажу о том, можно ли сейчас стартовать какой-то Ютуб-канал. Смотрите, у меня, допустим, есть такая возможность загружать короткие видео, ну, у многих, в принципе, это есть возможность, да, сейчас Ютуб-шортс, ну, это короткие видосы, реально набирает миллионы просмотров, просто, ну, всякая фигня, вообще дичь, ну, просто, вот что угодно вы сейчас можете заснять, и оно может набрать у вас миллион. Но, какой минус всего этого? Дело в том, что он наберет даже миллион, но он принесет вам даже подписчиков, но на самом деле этот контент будет ни о чем. Ну, к примеру, представьте себе, вы засняли, как упала, не знаю, там, бабушка с сумкой, вы резко засняли телефон, выложили в интернет, и это все смотрит, говно смотрит. Вы же потом не сможете снимать дальше подобный контент. Естественно, да, то есть здесь без понтово все это. Вот, но такие короткие видосы, они могут, если их правильно разрабатывать, именно видосы какие-то делать, да, то они могут реально, да, ну, дать какой-то конкретный, скажем, толчок, если все это сделать качественно и правильно. И что я сделал? Я взял каналы, так, я сейчас посмотрю у меня здесь, если они у меня сохранились. Например, я брал просто банально, я делал музыку на гитаре, да, и думал, давайте я просто, допустим, сделаю сейчас музло, создам канал и просто залю до коротких видосов. Сначала я все это забросил в ТикТок, посмотрел в ТикТоке, реакция была на эти ролики, но не такая существенная. Я, естественно, создал канал и сразу же залил туда. И в этот же день, уже вечером, ребята, я получил на ролик, так, уже тысячу просмотров. И извините меня, это очень большой показатель. Вот, 1300, 940. Вот короткий видос. У меня здесь, наверное, видать, да? Я не знаю, то, что вот здесь у меня, вот, видно, нет. Ну, короче, вот здесь у меня, я играл вот такую мелодию. Ну, в общем, дело в том, что это работает. И я понял, что, в принципе, ну, это опять уже экспериментно, но почему я стал дальше развивать? Сложно сказать, так как у меня, просто, понимаете, я сначала начинаю гореть идеи какой-то. Просто, ну, люблю я, вот я человек размышляю. Люблю размышлять, думать, вот. И когда я это все увидал, что вроде работает, на тот момент мне уже не хотелось все это делать. У меня есть ТикТок с музыкой, я даже не знаю от него ничего. Уже аккаунты, там, пароли, я даже не знаю. Честно, даже, ну, все, забил уже. То есть перспектива была, вроде как бы, да, можно было бы снимать. Но, опять же, к чему бы это меня привело? Ну, этим надо заниматься. То есть вы понимаете, это время, то есть это контент, его нужно создавать, но место имеет быть. Я просто сейчас говорю о том, что, ну, о рабочих моментах, которые я не могу реализовать, потому что просто меня уже на это все не хватает. Но, тем не менее, вы видите результат, что это работает схема. Дальше, например, я создал тоже, ну, экспериментальный канал. Какой я сделал? Так, здесь, наверное, уже я его удалил. Сейчас я посмотрю, какие еще каналы я делал. Ну, да, допустим, вот у меня еще канал есть RaiderDog. Вот, многие, кто знает, да, этот канал, он тоже экспериментальный. Он такой вот, ну, довольно-таки забавный, интересный. Там я играю роль, там персонаж такой, в общем. Вот. Этот канал связан непосредственно с ПК, с компами, с компьютерами. То есть, вот, я создал канал, RaiderDog назвал его, и загрузил туда уже перезаливный ролик. То есть, когда-то на этом канале Дюди я перезаливался на ролик сборка ПК и потом удалил. Так как понял, что тематика канала вообще никак не совместима. И просто, ну, не знаю, психанул удалил. Вот. И в итоге я этот перезалив залил сюда. И, тем не менее, 7618 просмотров на этом ролике, пожалуйста. И до сих пор ползет, набирают. И этот канал также здесь есть, как шоумен. Кто помнит, наверное, да? Ну, допустим, сейчас покажу. Если помните, кто посмотрел. Наверное, да, вот это. В общем, да, там у меня такой контент, но не важно. И, опять же, этот экспериментальный канал, и он работает. Почему я не загружаю тогда туда ролики, вот скажите. Все просто. Опять, на тот момент горел идеей, заливал. Но проблема в том, что, как и канал вот этот Дюди, он оптимизирован под поисковую систему. Соответственно, из-за того, что весь канал оптимизирован только под ключевые фразы, слова, его сложно продвигать. Ролики, они не набирают сразу же. Они набирают только спустя какое-то время. Могут и месяц, и так далее. То есть, примерно. Смотрите. Когда у меня был канал Дюди, еще там буквально 2-3 тысячи подписчиков, там была другая тематика вообще роликов. И, естественно, что сейчас, что тогда я искал в себя, что снимать. Я не понимал, как вообще. Ну, вроде снимаю, что нравится, но это не заходит. И ты начинаешь мыкаться, пыкаться. Начинаешь тут заснял какой-то там, скажем, обзор на кого зашкварился. Тут и ты, ну, как бы ищешь, просмотры нужны однозначно. Ну, потому что люди не понимают, да, кто пишет там. Вот, хайпишь. Ну, так, понятное дело, хайпишь. Без этого никак же. Ну, тогда смысл вообще всего этого. Вот. И, само собой, я сделал ролик, допустим, да, вот как не бояться драться. И забыл про него. Но я оптимизировал его просто по ссылоптимизации, под ключевые слова. И это сработало только через два месяца. Через два месяца ролик стал набирать очень быстро. И куча пришло подписчиков с него. Если, ну, и так, само собой, что канал оптимизировался под поисковую систему, само собой, и теперь только так и работает. Это минус и плюс. Минус в том, что постоянно нужно делать поисковые запросы. То есть, снимать ролики только на поисковую систему. Не просто так вот. Ты захотел что-то снять, но это уже, видите, не работает. Ну, это понятно, да, я снимаю, что я хочу, но плохо работает. Мне нужно снимать именно под запросы. То есть, искать, что вы ищете, что людям нужно, и на эту тему снимать. Ну, другой контент, который бы я хотел, всегда хочу, да, и хотел, и к этому стремлюсь, это рекомендованный контент. Это когда ты выпустил любой абсолютный ролик, и он у тебя куда-то залетает. То есть, постоянно где-то рекомендуется. Вот. Так вот, вот этот канал RaiderDog, он настроился также под поисковую систему. И чтобы на нем, например, сейчас что-то делать, да, продвигаться как-то и дальше на нем даже зарабатывать, надо снимать непосредственно только, ну, что-то вот похожее тематики. С ПК, сборка, разборка, ремонт и так далее. Так как я уже этим сейчас не занимаюсь, а на тот момент я это делал, да, ролик, опять же, перезаливный же, я уже это не делаю. Все, видите, как получается. Вроде все, вроде есть рабочая схема, но ты уже в этом не эксперт, и ты уже не хочешь это снимать. Так вот, проблема, самая главная на YouTube. Самый большой успех, запомните, вот, если вы собираетесь что-то делать на YouTube, а у вас таких, я думаю, много, что хотите. Я скажу так, могу расстроить, что, да, сейчас все обещают, что становитесь блогерами, создавайте канал, и все у вас будет. Нет, у вас ничего не будет. Но будет только через полгода, через год, через полтора, месяц-два, ну, это вообще 99% вероятность, что что-то будет. Возможность есть, конечно, что вы создадите контент, который просто взорвется, там, не знаю, и будет, да, там, набирать только так. В остальном случае люди просто бросают свои каналы, которые только начали. Ну, вот банально вот эти все, как у меня экспериментальные. Что ты снимаешь, 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 10 роликов, допустим, выпустил, все, ты уже понял, что, ну, все, это не работает и так далее. А так получается, что иногда нужно просто ждать. Ты снимаешь, 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 и потом со временем все равно что-то выстреливает. Но тут тоже палка о двух концах. Все вот эти, все блогеры, которые рассказывают про продвижение ютубов, они, вроде бы, со стороны их смотришь, они умные, начитанные, что-то про сел, там, все втирают, так все четко, грамотно. Но спустя время, когда, да, я стал блогером, я их вижу, я их смотрю, я понимаю, что они, вроде, говорят все по делу, но они говорят все одно и то же. Все как в один в один, ничего нового. И я, когда я их смотрю, я понимаю, что они, вроде, говорят все по делу, да, все четко, но это ни хрена ничего не работает абсолютно, что у них, да, ключевые слова работают. То есть, единственное, о чем они говорят, это снимай, 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 и будет результат. Но есть тут вот таких два больших жирных минуса. Ты начинаешь снимать, если один контент, по одной теме. Ты снимаешь, 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 снимаешь. И если у тебя потом ролик по данной теме выстреливает, это хорошо. Ты ползешь по этой теме. А если у тебя выстреливает ролик, который ты начинаешь себя искать, начинаешь одно снимать, второе, как я, солянку делаю. То есть искать себя, я же не могу снимать одно и то же, потому что это не заходит. Ну как бы ты видишь, что это тебя тормозит на одном месте, тебе скучно, все. Если нет отдачи, ты это не делаешь. Но это то же самое, прийти на работу ходить, и деньги за нее платить не будут. Как бы, ну то же самое. Вот. Интереса нету. И у вас выстрелена какая-нибудь тема, которую, да, вы, ну, три года, вот, допустим, там, три месяца назад сделали ролик, там, непонятно, там, не знаю, сходили вы там, купили какого-нибудь кутенка, там, и еще что-нибудь, да. И этот ролик выстреливает, но у вас уже спустя все и три месяца давным-давно вы уже снимаете рыбалку. Понимаете, о чем я, да? Они пришли смотреть на кутенка, развить его, а вы уже рыбалку снимаете. И все, и вы заложник контента. То есть тут вот очень много и обширно можно об этом разговаривать часами. У меня просто информация по этому вот настолько много, что просто конкретно садиться и делать какие-то вот четкие ролики, вот эти там, ну, со всеми плашками, там, все рассказывать. Мне просто лень, реально. Мне проще вот так рассказать, но это так. И запомните одну вещь. Все консультанты на Ютубе, все без исключения, только можно отметить тех, кто зарабатывает хорошо с просмотров Ютуба. То есть если есть специалисты, которые, ну да, допустим, якобы специалист. На самом деле нет никаких специалистов вот по этим передвижениям. Они все одинаковые, все абсолютно. Я тоже специалист, меня тоже можно к этому отнести, да, типа, потому что я давно-давно уже на Ютубе и много что, как бы, ну, как бы сказать, уже создавал, да, и много раз спотыкался и так далее. И они все работают по одной и той же схеме. То есть они все объясняют, потому что им нужны люди, им нужны нойнеймы, нужны люди новые, которые не понимают Ютубе, которые придут за их курсом. Вот как часто бывает. И уже до такой степени смешно на это смотреть. Везде в соцсетях там. Итак, смотри, я расскажу тебе. Ты узнаешь, как зарабатывать на Яндекс.Зене, там, на Яндекс.Эфире, на Ютубе. Я все покажу, расскажу, там, читаешь, читаешь. Приходи ко мне, там, на стрим, там, все. Раз, так, ну, думаешь, ладно, окей. Приходишь, он все рассказывает, потом в конце. И теперь, ребят, абсолютно, практически бесплатно, всего лишь там каких-то полторы тысячи рублей, я сделал для вас курс, где я все изложил по полочкам, как и что надо сделать, все. Понятное дело, что чувак просто, естественно, сначала заинтриговал, всех обнадеживал, что на Ютубе можно зарабатывать. А первое, что они делают, они начинают обнадеживать что-то. Итак, первые три недели ты будешь зарабатывать 3 тысячи. Потом, спустя месяц, ты уже будешь зарабатывать 10 и 30. Спустя полгода уже 150, там, ну, 50 тысяч рублей. То есть вас начинают заблуждать, что вы будете с Ютуба получать деньги. Да не будете вы получать с Ютуба деньги. Абсолютно. У меня канал вот этот большущий, да? Ну, как большущий, ну, относительно вообще ни о чем, можно сказать. Ну, так. Кому-то это много, 17 тысяч подписчиков. Денег не приносит. Все зависит от тематики, что вы снимаете. И зависит именно реклама на вашем канале. Все зависит от просмотров. Вот. Просто когда вы, если вы, вот как я создавал, когда канал, я не переследовал цель заработка на нем. Вообще никакую. То есть, ну, я снимал как хобби, что-то там, свои тренировки. А потом, когда спустя время ты долбишь, 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 и понимаешь, что, слушай, а что, ну, ты как бы не туда вообще. Долбишь, долбишь, снимаешь, вроде уже просто так снимать надоело. Хочется что-то по-серьезному, уже какую-то отдачу, там, ничего ли. А потом даже хочется уже и денег, а ты думаешь, что почему, что происходит. Все просто, ты начинаешь не с того. Не туда ты пошел, не тут, ну, начал снимать не там. И, в общем, заработок на Ютубе, я просто хочу вам открыть глаза, многим. И просто вам, ну, сказать о том, что можно зарабатывать на Ютубе деньги. Да, можно. Но только если у тебя есть стабильные просмотры. Куча стабильных просмотров. Стабильный какой-то контент. Да. В образовательной тематике можно зарабатывать деньги на Ютубе? Можно. Но только спустя время. Не сразу. Там полгода, год, не знаю сколько. Но ты подумай, я скажу так, это не просто. У меня есть канал о образовании, где я рассказываю про всякие программы, про стримы. Так как я все-таки этим занимаюсь. Ну, занимался раньше, дизайн, графику для стримов, все есть. На нем 500 тысяч, ой, 500 тысяч, на нем 500 подписчиков. А там сколько-то, там самый популярный ролик, там, ну, не знаю, тысяч 20, там, не знаю, или 50, сколько там набрал, неважно. Он имеет потенциал. Но на него снимать сил нету. Надо постоянно снимать. Просто я вам скажу одно, что быть блогером, это очень жопное дело. Вы не думайте, что это так просто. Да нет, ребят, не просто. Это работа, рутина. И она, видите, вот, когда она окупится, когда она выстрелит, никто не знает. И надежда каждый раз угасает. Ты снимаешь, снимаешь. Самое обидное, это когда ты заснял ролик, и ты не получил отдачу. Вот, например, у меня мечта, ну, типа, вот у меня же как контент мендийный, да, но тем не менее, как бренд все-таки, да, там какой-то уже есть. Дюди, как бы, какое-то лицо, какой-то человек. Вот у меня всегда было именно понимание того, что у меня нет на первом месте заработка денег, но нет отдачи от канала. То есть, если залил ролик какой-то, да, ты уже там вложился в него, там, скажем, душой, там, создавал, там, оптимизация, вот эту SEO, вот обложку, там, вы представляете, это все делает один человек. Обычно это команда делает, а я один это делаю. Вот, и нет отдачи. И самое больное для блогера, это что нет отдачи. Ты залил, а про факту, не просмотров, не, там, нормальных комментов, да и, ну, мало комментариев, ничего, не активности нет, и ты каждый раз угасаешь. То есть, каждый раз посещает мысль, а нахрена тогда это делает? Ну, не смотрит, ну, неинтересно смысл, как бы, вот, ты мучаешься, да, для чего. Вот, а деньги уже на втором плане. То есть, они, деньги эти, как бы, эта реклама, она будет однозначно, как бы, ну, в любом случае, если будут просмотры, будут какие-то деньги. Это твое вознаграждение от YouTube за твой труд, да, как бы, ну, есть и донаты всякие, ну, к ним я вообще не прихожу, можно сказать, там, ну, как бы, да. Вот, так что деньги, ну, вот, лично для меня это, ну, вообще это, ну, не на первом месте. Главное для меня это, чтобы, вот, типа, я, конечно, ну, могу, у меня есть канал для заработка, который я вот создал, допустим, отдельно, вот, образовательный. То есть, этот контент я чисто, как бы, хотел, чтобы он приносил доход чисто, ну, как бы, вот, от моих, скажем, что я обучаю, что-то показываю, там, просмотры, опять же, ну, официальная реклама, да. Потому что образовательный контент на нем можно зарабатывать, потому что он монетизируется, и он вечный. Поисковая система всегда его ищет и так далее. Вот. Но не хватает на него просто банальной силы. Там надо просто подключить сейчас монетизацию, добить вот эти, там, тысяч подписчиков, 4 часа суммарных просмотров, и уже, там, дальше видно будет. Пока просто, вот, не доходит у меня все вот это вот. Но, тем не менее, я, как бы, стараюсь делать. А этот канал хотелось бы, да, медийный. Что ты снимаешь, и тебе, ну, в качестве презентов, это уже приходит, там, комменты, там, в общем, обратная связь. Вот к чему я бы хотел, то есть, вот к чему я стремлюсь. Но видно, что на моем канале много, вот, смотрите, я, наверное, ни разу не говорил в своих видосах, да, что, вот, как бы, ну, так, по душам конкретно, вот, об этом канале. На моем канале очень много роликов по всяким разным тематикам. Вообще просто, ну, не знаю, там, и сколько удалено, что только не было. И пранки были, и всяких дохрена это. И я сейчас, да, вот захожу в аналитику, вижу, что мой канал смотрит, ну, допустим, кто смотрит мой канал. Я также вижу, что вы смотрите. Ну, вижу, какие вы видео смотрите, какие каналы вы смотрите. И я вижу, что вы смотрите, там, Миша, там, в общем, плюшку, там, этого, риэлтера, вот эти все АОЕшные темы. Вот что, прикол, то, что мне это не надо. То есть, это, ну, тот контингент ко мне пришел, который мне вообще, как бы, ну, мне эта тема неинтересна, но пришли вы, потому что мои ролики, старые, которые набирают просмотры, они связаны немного с этой темой. Потому что, когда я создавал контент, я разбирался в голове, что хотят подростки, что ищут подростки. И просто я такой подумал, когда я был подростком, ну, что меня вот так вот сильно волновало. А так как я выжил на улице в основном, ну, гулял, да, как бы уличный пацан, часто было, ну, как не бояться, вот, драться, вот, воздаваться вопросом, потому что постоянно были конфликты какие-то. И я просто думаю, дай расскажу, дай создам, ну, просто, ну, давай расскажу. Все, рассказал, тут еще на мне кожанка эта, блин, была, и все. И вот видите, спустя три месяца, там, да, три месяца, ролик начал набирать, хотя я не ожидал этого. Он набрал, потом в следующий ролик я создал, вслед за ним, как не бояться, как базарить, тоже волнующий тем для подростков. А потом я понял, что я начинаю ввязывать в этой теме, что люди приходят только на эту тему смотреть, а я уже не хочу это снимать. Мне это интересно, я просто решил попробовать, ну, что-то рассказать. Подумал, люди, если придут, то придут, конечно же, уже ко мне, лично, как к человеку, и мы будем уже тут что угодно снимать и так далее. Но так не работает. Вот. Итак, и давайте разберемся дальше. Что вам сейчас можно сделать для того, чтобы создать свой канал, или вообще, ну, стоит ли начинать свой канал? Я много анализирую всяких каналов вообще. У меня на другом канале, да, на образовательном есть, там, я делал анализ каналов. И я понимаю, что многие из вас просто не вывезут канал и никогда не станут ничего, потому что просто-напросто вы не знаете, что вы делаете. Вы думаете, что вы вроде бы все, что-то снимаете. Но что на ютубе таких, как вы, которые только начинают, миллионы. Миллионы. И вы все внизу находитесь, потому что вы не владеете знаниями просто. Информации у вас нету. Как, что делать. Вот и все. То есть банально там ролики неправильно называете, снимаете там непонятно что, как, почему. Вот. Итак, смотрите, что я могу вам посоветовать реально, вот что сейчас может доработать. Чтобы сейчас начать, любой, если вы хотите. Вообще сейчас любой может стать медийным, любой может стать популярным. Вопрос просто один. Ну, как бы, да, вот у меня всегда вот такой в голове. Вроде бы я знаю, да, как можно, да, сделать ролик на миллион, там, в ТикТоке, например. Ну, и уже были ролики всякие у меня экспериментальных аккаунтов тоже много. Но они ничего не принесут, ничего не дадут вообще ровным счетом. То есть у меня вот, ну, есть канал, да, в ТикТоке, 45 тысяч подписчиков. Но он ничего не дает, абсолютно. Также я знаю многие там людей, кто у кого по два ляма даже есть. Они даже на этом не зарабатывают. То есть вот эта популярность, она мне голову не кружит. Мне это не нужно, сама вот эта вот, да, медийность. Потому что от этого ничего вообще не прибавится. Как бы только минусы будут какие-то. Вот. Так вот, как вам, да, если вы хотите быть? Вам достаточно телефон. Берете ТикТок, снимаете. Все. Ну, вы, я знаю, если подростки, вы знаете, что ВКонтакте также есть всякие эти короткие видосы. То есть по факту вам нужно снимать развлечения. Но если вы хотите на этом зарабатывать в будущем, вам нужно сделать тогда то, что вас будет развивать. То есть то, что не сделал я раньше, с чего надо было начинать. Например, если вы хотите разбираться в финансовой грамматике, да, вам надо в эту сферу погрузиться и начинать снимать это. Вы сами развиваетесь. Вы сами развиваетесь и других развиваете. И люди с вами вместе занимаются, смотрят вас, им интересно, как вы развиваетесь. И помимо того, что вас смотрят, что у вас все обоюдно, что у вас все четко, вы потом будете получать монетизацию очень хорошую. Это что и не сделал я. Что бы я сейчас, наверное, все-таки был лучше, чтобы делал это. Потому что все вот эти видосы о том, что я вам здесь рассказываю, какие-то я делал прикольный монтаж, какие-то вещи, они ничего ровным счетом не дадут. В будущем не перспективу мне. Ну, по факту ничего не сыграет это в моей роли. Ну, давайте быть честными. Что оно мне даст? Ничто. Ну, прикольный ролик, прикольный рассказал, что-то круто, да. Но на будущее перспективы никакой. А ведь надо об этом думать, понимаете. Просто, ну, блин, надо думать наперед, развиваться. И снимать нужно уже вот именно ваше развитие. Даже, ну, не знаю, я еще просто расцениваю вот это все видосы, именно вот YouTube. Это как самое развитие, почему? Ну, банально, когда я снимал свои тренировки, ну, когда вот раньше я начинал, да, там вот это все, ЗОЖ там. Игорь Войтенко, там вот это все. И мне, я, допустим, тренировался два раза усерднее и больше из-за того, что мне надо было снимать. То есть я понимаю, что мне надо снять ролик на какую-то тему спорта, но просто так снять не получится. Надо потренить, надо заснять все это дело. Да, ты уже не придешь, там не сделаешь просто там три отжимания, там три подтягивания их подснимать. Ну, это будет бредово. Полная исключительная тренировка. Тем самым, ты не замечай, я научился, помню, да, на кольцах тренироваться, ласочку делать. Чисто из-за видео, потому что я должен был научиться ее сделать, чтобы вам показать. Я же не могу показать того, что я не умею. И я научился, я две недели дрочился с этими, блядь, кольцами, и все-таки я все равно сделал. То есть вот так надо расценивать все это дело. Вот. Ну, не знаю, в принципе, вот что-то рассказал. Наверное, много уже так рассказал. Вот. Лучше, блин, выкладывать эти мысли, потому что иногда они мне мозг сжрут просто все эти мысли. Вот. Пишите ваши обязательные комменты. Вот. Если у вас тема интересна, я буду пытаться, вот, ну, что, давайте я буду вам тогда рассказывать, что у меня есть, свои мысли, свои идеи. Возможно, это... На самом деле здесь идей на миллион, честно. Вот эти все бесплатно, вот я вам рассказываю. Это вообще ни одна, ни еще нереализованный, да, то есть момент. То есть вы можете взять, и это рабочее. До сих пор это все работает. Просто нужно применить, и это. Я не могу уже применить, потому что я слишком уже много разделился. Я этот канал пытаюсь поднять, вывести куда-то, на какой-то уровень, не знаю. Все пока идет через жопу, но тем не менее. Вот так как-то. Что ж, ребята.